У каждого числа есть как бы планета, которая отвечает за нее, вот эта вот энергия. У тебя получается число души, троечка, это день твоего рождения, святенка, это значимое число, это 2 и 1, получается троечка. Вот это твоя вот новость. Хреновая, на троечку. Наоборот, это классно, ну ты же классный, почему ты хреновая? Вот оно, типа, открывает всю твою суть, это твоя сильная сторона. Тройка управляет Юпитером, Юпитер, если там солнце, это отец, душа твоя, мать, это ум, как раз голос твой, то троечка, это Юпитер, это такой мудрец, он как раз дает им совет. Вот у тебя есть вот эта вот природная мудрость, это еще не только мудрость, это еще вот эта харизма, такой бесконечный оптимизм, так сказать, это твоя сильная сторона. Вот, ну, такое вот, видите, жизненный путь, если вот все вместе посчитать, да, но вот троечка, это как раз твоя сильная сторона, которую уже не нужно развивать. То есть это можно представить, такой чемоданчик, да, с которым мы родились, и в одном карманчике, как бы инструменты, которых у тебя полно, ну, вот этих сильных твоих качеств. То есть если их развивать еще больше, там карманчик разорется, нужно как раз докладывать и развивать те качества, которых не хватает, так сказать, ну, чтобы пребывать в балансе, да, и чувствовать, что ты на своем месте. Вот, если получается посчитать полностью твою дату рождения, получится число жизненного пути у тебя десяточка, ну, как бы чистая единичка, но с ноликом. Это указывает на кармический долг из прошлой жизни. То есть то, что тебе не упало, это все легко, ну, ты родился там, да, в какой-то богатой и известной семье и так далее. Ну, задатки, как бы, у тебя есть, то есть, в принципе, ты идешь этим путем, ну, не факт, как бы, что человек этим путем пойдет, ну, такой факт, вот именно то, что по судьбе. Вот, ну, да, кармический долг указывает как раз на то, что человек либо не пользовался энергией по лидерству, вот, ввел за собой, да, был, как бы, главный, ну, такой независимый, ни на кого, как бы, не работал, либо, наоборот, употреблял своим, как бы, статусом. Это в прошлой жизни? Ну, да, да. Ага. Вот так. Ну, с этим у тебя, как бы, все нормально. Вот, число судьбы, это дешифрованное, как бы, имя, имя, фамилию, отчество. Кстати, вот у тебя есть, если дешифровывать куча единичек, троечки преобладают, ну, такие, как раз, лидер, например. Вот, число судьбы у тебя всем. Ну, это, если по пути ты мог бы, как бы, и не пойти, то судьба, это то, что тебе уже, как бы, предрешено. Ну, это семерка, это, ну, если остальные, как бы, планеты материальные, то есть демонические планеты, Раху и Кету. Раху? Да, Раху и Кету. Раху и Кету. И Кету. И Кету? Да, Кету. Кету. Ну, да, это энергетические узлы. Поэтому, ну, если вот планеты, допустим, за что-то отвечают, конкретное что-то дают, и их материально можно, там, телескоп, да, или что-то посмотреть, то вот эти вот узлы, они, как бы, поэтому они демоны. Потому что их не видно, и они, так, таким образом, и на тонком уровне, так, ну, иллюзию какую-то наводят, как-то на людей. Ну, это как раз дает, ну, это, у каждого человека есть, видите, все, все, как бы, планеты, все вот эти вот качества, ну, в какой-то степень. Ну, тебя, как бы, в большой степени, это говорит о том, что ты умеешь проникать, как бы, ты проницательный человек, ты хоп-хоп, ты даже вот в Ютубе, да, ты интуитивно знаешь, что людям нужно, ты умеешь, как бы, влиять на их умы, поэтому, вообще, всегда... Погибнул. Ну, не гибнул. Какое-то что-то другое, ну, я понял, да, я поняла. Ну, докапываться до сути, вот, умение видеть, такие вещи, которые не видят другие люди, ну, читать между стоп, какую-то... Да, это есть, да, да, да. Тебе Сафа нравится, которую я купил? Я вообще балдею, вот, я вот иду от тебя, от твоей мамы, от Сафы, от вот этого всего, ну, реально, это мое, я думала, ну, просто, как можно вот так вот быть схожим, даже вот этим юмором, там, самодрукованием, так, классно. Не, Сафа нравится, но она, мне кажется, все равно, там не тем. Ну, как-то, либо помещение нужно больше, либо что-то, ну, да, но сложно вот там все скомпадовать, ну, короче, мне Сафия делать, что будет продажа на Любурсе, что-то продаж купишь, ну... Да, не, я лучше куплю квартиру больше к Сафе. Это еще дает, ну, может уводить человека от интоксикации, вот тебе тяжело реально бросить, купить, если ты вот что-то купишь, вот это вот все заводит. Сейчас, кстати, для этого очень классный период. Число желаний, это если классное посчитать имени и плюсовать, получается двоечка, это такое, как раз мягкость характера, такой забота, сглаживать углы, ты вот это не любишь выяснять отношения, ссориться где-то, ну, такой, хоть по единичке ты такой, типа, можешь... Раньше, раньше, как бы, это сейчас уже не хочу, раньше еще Бог, там что-то, сейчас, что-то... Ну, да, ну, это важно, да, гармония, мир любой ценой... Там где нет, запечатанная, чистая стакана. А, это, получается, картина была под угаром... Не-не-не, это я сам нарисовал. Это был холст, вот, видишь, пустой стоит холст, это Мури Амурская с Виталиком. Да они не с Виталиком. Не-не-не, это зрительница. Не-не-не, это зрительница, она в Москве, у нее врач, она познакомилась с Виталиком. Вот это она, она заказывала картину, когда мы с мамой рисовали. Она писала, оденешек, я купила вот этот мольберт, холсты, рисовала... А, это уже давно, да? Ну, одно только с мамой дорисовали, это вторая. А, это вторая. Да. Вот такой, это она на софете. А мне такой, какой-то градусник или что ли? Ну, это Виталик, он врач, поэтому я так и заплатила его с красным перцем, да, и типа градусник. В виде этого самого. А, брови чё, оранжевые? Ну, волосы ж оранжевые, туда и брови. Понимаешь? Ну, чё она прозрачная? Прозрачная, чтоб софу не закрывала. А, это уже, Боже, я... Это софа. Ты понимала, что она плавает, да, в море? Не, ну, нам даже стараться рисовать, ну, чё это такое. А я не умею, вот это у меня, это максимально. Ну, софу хотя бы, как минимум по ценам. У меня вообще, я не могу, это вот... Это всё, что я на максимуме. Кстати, это не твоё, вот это вот актёрство, там, пение. У тебя есть голос, но это, ну... Ну, реально свои именно стихи. Возможно. Да. Я тоже так думаю, что могу этого не быть всего. Угу. Угу. Кстати, двойки, они не ищут лидерства. Вот, типа, я-я-я, я-я-я, я-я. Такой скромно, но уверенно сказать вперёд. Вот. Число личности даёт человеку сексуальную привлекательность, искренность, подвешенный язык, свободу, ну, любовь-то, свободе, не сидят на месте, лёгкость. Работа через интернет, всё, что связанное с технологиями. Ну, он такой вот... Патёркой Меркурий управляет. Он такой любит передвижение всякие. Угу. Число экспрессии, это твоё первое, ну, впечатление, которое ты производишь на людей. Это как раз такого человека мужественного, ну, такой защитник. Это Марс, такой огонь, страсть. У тебя такое впечатление? Да, первое впечатление такое. Ну, такого заботливого человека обо всех и всяком. Число зрелости. Ну, там будет как раз вот этих распечатков более подробно. Может взять их, да, можно? Да не надо. Там то же самое. Или это потом почитать, типа? Более глубоко, потому что это, короче, надолго. Я понял. Ну, такие конкретные аспекты. Да. Значенные. Число зрелости четыре. Ага. Вот четвёрка, если семёрка это кету, то четвёрка это раху. Раху? Вот сейчас, кстати, год 2020, это год раху. Раху? Да, раху. Нет, раху. А я подумал, раху. Что за раху? Вот. Они как раз, ну, вот эти вот технологии как бы современные, они дают. В этом году год раха, короче. Ну, 2020, вот две двоечки. Если просчитать, четвёрочка. Вот так вот и в иллюзию у нас в этом году испопашили, так сказать, вот этим вирусом. То есть это то, что делают, как бы, ну, на умы действуют ради... Ну, что-то мне тоже это приходит с голову уже. Ну да, поздно приходит. Отрезляется голову уже. Так к чему это я? Так, число зрелости. У тебя четыре. Слушай внимательно. Да не приступай там на камеру. Это вообще для тебя жизневажный... Давай. Четвёрка. Вот у человека, смотри, есть две формы времени. Вот наружная, ту, которая на часах, да, и внутренняя. Вот твоё ощущение времени. Вот когда ты не на своём месте, для тебя время либо тянется, знаешь, когда этот день уже закончится, и год как бы скорее, либо наоборот, если нудная, ну, как бы ты не на своём месте, не в любимом деле, ты сразу уже на часики смотришь, да, когда этот уже день закончится, так сказать. Ну, я понял, да. И как белка в колесо. Когда не на своём месте. Вот в основном люди так и проживают под старостью. Ну, то есть они не приходят, они не находят свою вот эту вот истинную зрелость. Ну, как не формируются, как личности, вот, и выполняют своё жизненное предназначение. У тебя четвёрка, это такое, сказать, качество строителя, организатора, дисциплины, человека, который ведёт за собой. И тебе важно в жизни, ну, не сколько вот дисциплина, как реализовать что-то материальное в этой жизни. Вот ты обязательно должен что-то либо построить, ну, создать какую-то свою организацию. Вот ты просто кайфанёшь от этого. Вот ты просто поймёшь, что ты на своём месте. Что, ну, не зряшь тебя таким талантливым человеком, матерой делом. Вот. И вот это вот у тебя число благочестия тоже семёрка. То есть то, что ты можешь не применять в повседневной жизни, но в стрессовой ситуации ты найдёшь такие вещи, которые не найдёт вообще никто в жизни. И это даёт такое, ты можешь говорить бесконечно о бытовухе там, обо всём, но может быть такой момент, когда ты скажешь фразу, в которой заключается суть вообще всей жизни, всей мудрости, так сказать. Ну, вот это вот такое тебе даёт из прошлой жизни наработка, как раз это вот такая глубина. То есть ты веришь то, что есть в прошлой жизни, что перерождаются души, да? А во что ещё верить? Почему мы родились именно в этой семье определённо? Это всё по карте. Вот исходя из твоих проработок, то, что тебе нужно наработать, ты родился именно в такой семье. Потому что я думаю, ну почему ты там не женат, у тебя нет денег. Ну, всё равно возникает, и у многих когда возникает. Я начинаю анализировать, потому что, как бы, видишь, ты человек адекватный. Всё есть, но чего-то нет. Знаешь, почему так, думаю, может на тебя там вообще уже демоны влияют, может на тебе какое-то проклятие. Вот это меня, кстати, заинтересовало. Ну, что именно тебе написано? Нема проклятие? Нема, ничего не ма, сам себе. Потому что у тебя главная проработка в жизни, вот это вот число зрелости, то есть создать что-то реальное, материальное, и проработка планеты Венера. Венера как раз и отвечает. Вот это вот любовь твоя, это твоя в то же время и сильная сторона, твой артистизм. Ну, Венера дает такую любовь как раз к оскорши такому всему. Венерическому. И приходит, что, какие-то раху. Венера, Венера, ну что-то Венерическое есть, да? Ну да, конечно. Я понял, да. Так, а за здоровьем что? Вот это вот тебя сейчас Венерой добит, потому что она и отвечает за почки. Да? Да. И что надо делать? Смотри, у тебя сейчас период Сатурна. Такой период есть у каждого человека. Два, три, четыре раза в жизни сколько человек прожил. Если у каждой планеты свое предназначение, то у Сатурна предназначение одно. Он раздает плоды нашей кармы. Если мы неправильно используем свою энергию, свой потенциал, то нас начинают учить. Есть, ну, вообще все планеты учителя, но есть учителя маленькие. Ну, так сказать, да, чем-то там. Чуть-чуть. То, что сложно отследить, да. Сатурн, он всегда учит жестко. Либо через какие-то, ну, это четверок-восьмерок, он учит через аварии. Это всегда. Остальных, ну, поэтому, у кого там число души или жизненный путь 4-8, тем вообще не рекомендуется водить. Уже сколько не общалось всегда. Нет, у тебя тройка, единица. У тебя вообще все классно. Вот эта вот тройка твоя, Юпитер, она, кстати, дает хороший брак, она дает хорошее здоровье. То есть в целом говорится о том, что человек рожден в рубашке. Вот тройка это мудрость, а мудрый человек должен нести в массы пользу, активизм. Да, вот ты знаешь, у меня тоже такое ощущение, что я вот, какой-то вот такой, знаешь, что ничего не должно было болеть у меня. Это вот такое в последнее время, то есть, ну, там, ну, как бы, то-то вылезло, то-то. Что такое, вы говорите? Такое ощущение, что ничего не должно. Нет, ну, такое ощущение, что мне ничего не должно было болеть вообще никогда. То есть чувство какое-то сверху, что не должно было, ну, как-то у меня крепкое здоровье. Ну, да. как рубашки это мне такое есть даже если какие-то породки все всегда найдутся люди которые тебя защита вот у тебя получается этот период сатурна сейчас он начался в семнадцатом году кстати в первую очередь бьет по лицу вот это вот небо твоё вот что-то связано с челюстями зубами зрение вообще все что с головой и это всегда порезы вот у тебя еще и марс в шестом доме это дом здоровья а марс это тоже всегда ножевые операции вот у тебя и этот период длится до 25 года но у тебя просто сейчас пик вот эти вот средние два с половиной года это семнадцатого до двадцать пятого дошло так не хренели они и юпитер вместе с венерой слушай так долго ни хрена себе можно зарезать понимаешь они не где-то это не то что они где-то там они ну ты с этого сотка как астрологи в соответствии с расположением планет если вы переедете то влияние планет на вас будет не делать не можешь это работа над собой вот если там венеру можно там голоданием как-то периода меркурий там речь от следить свое если человек матюкаешься то есть не жрать не матюкаешь солнце тоже там как бы по лидерству по все то сатурн это только можно как бы все гармонизировать там какими-то типоснур через левое плечо ну ну что надо сатурн то сатурн это только повысить свое сознание то есть развиваться ну да а ты развиваешься в одну сторону какую хорошую правильную но в одну то есть надо расширять горизонт или что-то читать читать книгу дала читаю величие сатурна о чем там получается жизненный опыт который мы приобретаем через сложности вот это вот все нам дает учина чтобы наша душа не деградировала в комфорте развивалась получается это можно только пройдя жизненный опыт либо можно надурить есть вот это вот книга и есть сериал сериал да не сериал прикольный 300 может прикольный первые 15 а потом прикольный а потом настолько прикольный там столько мудрости но я буду выгнуть потому что там вот эти типа планеты ну образ это индийский сериал у них там они бьются там энергией ну это бред для нашей как бы настоящей жизни современной это бред но когда ты привыкаешь и вникаешь куда и настолько ты проникаешься вот этими ситуациями которые там постоянно франзы такие там вообще вот это что ты решишь из прошлой жизни а ты в это веришь вот там раскрывается вообще вся суть мироздания настолько все рассосано как бы на вопрос уже просто снят откуда мы о чем и почему так они по-другому вообще круто и получается когда ты это смотришь вместо того чтобы это все выгребать в жизни ты проникаешься сериалом и появляется понимание жизни себя то есть ты как бы дуришь это все развиваешься да ну как бы не не жизненный вот этим фигнем сериал поэтому это единственный вот способ то что ты интуитивно много чего ты интуитивно делаешь только хочу написать думать а ладно и нафиг кучу смс кто их там читает куча кукол там и все и хоп только что хочу написать и хоп ты это делаешь просто реально в жизни даже слова думаю вот здесь вот сейчас вот это было бы тебе хорошо сказать ты сам ну как бы у тебя хорошая интуития ты сам знаешь только ты как бы не доверяешь наверное себе не прислушиваешься к тому что нужно больше собой жить а не другим другим ну как гармонизировать вот это твоя проработка получается венеры это твоя сильная сторона вот каждая планета заходит там в определенный дом в определенный знак вот здесь она только зашла в маленьком градусе она такая как ребеночек ей все новое и это энергия можно управлять человеку легко вот у тебя венера в самом максимальном градусе это плохо это такой ты как бы неплохо все хорошо это твоя сильная сторона кстати вот это вот привлекательность харизма жажда вот это вот тяга к искусству красивым вот это вот у тебя есть это не просто я надумала это у тебя есть реально не то что ты там чудишь на камеру я такой там буду заниматься а ну так и есть это реально пришло вот кстати вот оно понимаешь постепенно постепенно не знаю надумал я себе это как бы но с детства там нравились картину не так чтоб я фанател понимаешь или покупал потом вот это все забыл а потом оно как-то всплыло может быть что там или мило или кто-то но как-то тебя к этому подвел то не подвело то ли это король с планеты и подвела решение встретили скажу значит венера она что-то это идет заботливости обо всех и все надо и не надо поэтому проработки нужно пройти страх одиночеству то есть как это пройти кстати вот вот это вот дом твоей получается супруги если бы она у тебя была и хорошо что ты до сих пор не женат но тебе уже как бы можно жениться то есть если будет супруга ты бы развелся или ты бы изменял или тебе изменяли ну вот такое вот было да то есть ну ты мог бы жениться ну солнце как бы это тоже дает лидерство у вас могли бы быть стычки на этой ну то есть нет кто-то кому-то мог бы и не уступить как бы постоянно пошла борьба поэтому всему знаем свое время принимать всех такими какие они есть страх потеря имущества то есть этого надо избавиться от страха одиночества страха потеря имущества все прощения скромность избегать чрезмерного контроля ну вот это вот забота да даже просто тупо японушка избегать чрезмерной роскоши ну я думаю здесь все нормально как бы и контроль желаний вот это вот твоя нетерпешка с этой квартирой ты убегаешь от реальности и кстати люди которые курят почему они курят ну или вообще прибегают к каким-то интоксикациям получается когда человек достает зажигалочку сигаретку и делает вдох он в этот момент находится в настоящем времени здесь и сейчас то есть приземляется ну он не думает ни о прошлом как бы не о будущем ну это какой-то вот ритуал ну это как можно не знаю с чем сравнить ну с медитацией какой-то в медитации тоже там контролируется глубокий вдох и глубокий выдох то есть человек сам этого не делает если ты нервничаешь просто ну да рыбка говорят дыши и глубже дыши чтоб тебя отпустили вот поэтому люди и курят да поэтому насчет контроля желаний то что чтобы в твоей жизни не происходило ты должен всегда максимально стараться себя ловить вот именно в настоящем пути не думать что там будет что что вы на переливать вот это вот пожалуйста вот этот дом твоего детства и еще дом за голосом здесь вот луна мать твоя и ум сконцентрирован кстати ну много ура мать твоя луна и кету вот это вот положение это дом вредитель тоже эти раку и кету они как одна личность ну такой змей горелый меч так сказать и вот это вот оно дает связь оно повреждает твою детство так сказать и отсюда и все причины угу 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 вот главное развивать партнерские отношения ну так же если да ты чем то увлечен в бизнесе там ну ну как бы в каких то начинаниях и так же само конечно проработка именно семейных отношений угу угу И это также баланс отдать и взять. Ты никогда не должен помогать там, где тебя не просят. Вот по твоему мнению, так лучше. Вот даже взять маму. Ты просто проживаешь ее жизнь. Ты не живешь свою жизнь. Ты себе придумал ответственность. Но на самом деле каждый несет ответственность за свою жизнь. И то, что ты о ней заботишься, это прекрасно. Но здесь очень тонкие такие моменты, когда человек уже переключается. Он не так пагубно влияет, потому что у нее душа. Она должна развиваться тоже. Она сама прорабатывается. Когда ты ей живешь, она расслабляется. То есть ты таким образом вредишь. Да, ты хороший. Но ты хороший для себя, но не для нее. Понимаешь? И это один из видов эгоизма, так сказать. То, что мы становимся в позицию контролирующих. Да, типа без тебя вообще ничего не будет. То есть ты взял шерство, причем там где-нибудь. Вот, я тебе дам текст, который нужно проговаривать. Желательно это маме, когда тебе это внутрь, как бы, до сердца дойдет. И отцу. Таким образом ты избавишься от связи с ними. Не то, что тебя тяготит. Я понял. Да, сразу рвешь тяготит. Да, текст. Кстати, у кого есть претензии к родителям. Ну, у многих, конечно, уже взрослых претензий нет. Потому что все начинают себя так для удобства, как бы, чтобы это, типа, не мешало жить. Уговаривают себя какими-то оправданиями к своим родителям. Ну, то есть, не такие они уже плохие. Ну, значит, они могли, не могли по-другому, да, раз они так поступили. Но все равно на подсознании ты никуда это не денешь. Вот оно тебя тяготит. И вот это вот отношение твоей к маме, вот это то, что я, кстати, тоже прорабатываю. Вот. Ты мне его вырежешь? Такой текст. Да я всем расскажу его. Читайте. Это очень важно. Кстати, очень много проработок в интернете, всего. Но проработки в основном такие, когда человеку рекомендуют прощать своих родителей. Это вообще путь в никуда, потому что мы их дети, да. И это, как бы, еще больше запутывает вот этот клубок ответственности и так далее. Текст такой, да. Я твой сын, ты мой отец, я вижу тебя. В моем сердце всегда есть место для тебя. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Я благодарен тебе за то, что ты дал мне жизнь. Прости меня, пожалуйста, за все беспокойства и страдания, которые я тебе причинил. Я благодарен тебе за все, что ты дал мне. Я отдаю тебе твою ответственность, себе забираю свою ответственность. Ты большой, а я маленький. Благослови меня, пожалуйста. Ты лучший отец, посланный мне Богом. Это читать вслух или отцу, значит, что ты? Нужно, чтобы ты вот проснулся и чтобы это была твоя первая мысль. Вот это вот заряд на целый день. Читать нужно 30 дней, утром и вечером, чтобы это была твоя первая мысль и последняя. Утром и перед сном, да? Отца представлять выше себя, мощней. Ну вот, чтобы ты визуально, как бы, чувствовал его мощь, то, что он, как бы, сильнее тебя. То есть ты просто его, как бы, элемент. И только благодаря тому, что он такой, как есть, да, ты состоялся таким, какой ты есть сейчас. И так же само маме. Вот это вот ответственность за нее, ты не можешь ей отдать. И так же само она берет ответственность. Ну там целый каламбур, потому что она выступает сейчас в роли твоей жены, ну, женщины энергетической в твоей, в твоей жизни. Вот так вот. И подавление и контролирует, знаешь, в этой жерах. Нет, дело не в деньгах. Дело в том, где находится твой ум, понимаешь? Вот, а душа твоя находится в партнерстве. Вот, солнце – это облицетворение твоей души. Вот как раз в партнерстве, в развитии, вот, типа, в любовных, так сказать, души. Давай маму, что ты так мне текст дашь или не сфотографируешь? Да маме такая же самая, я могу тебе скинуть, маме тоже, я твой сын, ты моя мать. А, а вот это чистка, это чистка квартиры? Чистка – это да. О, если ты… Там чистый, то ведь чистый. Бляха-муха почище. Да, да. У меня в квартире там, ну, рассказали, я тебе говорил, да, что? А ты, по-моему, подробностях не расскажу. Ну, я скажу тебе, но это я вырежу, чтобы не знали люди, потому что там начнут писать. Там жила баба. Наверное, нет. И она жила там, в этой квартире. Приезжай в другой раз, у меня будут ключи, пойдем в квартиру, в ужчистку делать, а буду снимать. Нет, ты смотри, опять же, почему не батюшка? Ну, ладно, я тебе, короче, скачу, ты там уже больше сам почитаешь. Нет, что интересно, чего? Ты не происходишь впечатление, ты хочешь? Что мне делать? Нет, нет, чего, я все понял, что ты сказала, что вот это разные стадии, эти планеты заходят в твою жизнь, или там краешком, или центром, или там всем-всем темным, короче. Только надо же эту энергию, ну, как бы, тяжело видеть. И у Питера надо обмирить, короче, сериал, по-самбуре. Сатурн. Сатурн, да. Сатурн, да. Сатурн, да. Сатурн, да. Сатурн, да. Поэтому. Поэтому. А мне надо за почки отвечать, поэтому это та, ну, энергия, которую ты неправильно видишь. Вот это вот как раз забота. Учись брать, просить помощи у людей. Тебе легко принимать вообще вот под ног? Ну, я никогда не прошу помощи, Мит, я не прошу помощи в плане, нет, никогда не прошу. Ну, могу сказать, Коля, отвези меня туда, как бы. Это указывает на эгоизм человека, вот то, что легко тебе дать. Ну, как бы, нет, ты понимаешь, что мне просто не нужна помощь, мне ничего не надо, как бы, вот, по сути своей. Нужно придумывать и учиться. Ну, ладно, не помощь. Вот, когда тебе подарки дарят? Ну, я не говорю зритель, это как можно нахать. А когда тебе, тебя начинают, вот, вот это не проработать. То есть я должен уметь принимать? Легко, да, с благодарностью. Ну, сколько посылок славы, славы, я не научился. Нет, посылка-то такой, только не можно привозить. Где вода? Вот и моя вода. А, то, наверное, твоя и была? А бутылка? Бутылка вот открытая. Вот это вот даже. Давай. Чисто. Насчет чистки, вот это же вот мне предлагали. А как чистить? Ты мне текст дашь их? Да. Короче, по Венере принимать. Что делать? Учиться принимать. А, по Венере, да? Да. Ты сразу ловишь себя. Вот тебе что-то хочет человек делать приятно, а ты сразу такой... Да не надо, не тратим свое время, да. И ты себя ловишь, что это эгоизм с твоей стороны, потому что ты должен дать возможность человеку проявить себя как хороший, как забота. А, я не даю возможности. А ты, типа, такой... Да, типа, не надо, все нормально, все хорошо. Да, ты ж типа круче всех, поэтому, ну, какого героя, кто-то будет заботливее меня. Ну, да, давай. Ну, да, давай. Тов-ка знаешь, он сейчас поехал в ходе с Доб Cameron. Это просто какое-то... Здесь есть какая-то...